всем 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 привет дорогие друзья всех приветствую в канаде сегодня у нас очередной обзор моих находок в секонд-хенде вот такая вот у нас кучка перед нашими глазами видим некоторые вещи еще с этикетками некоторые этикетки отрезала но в общем почти все с этикетками практически с ценниками я имею ввиду и давайте будем рассматривать все подряд по очереди и по порядку и так давайте начнем с самого простого и легкого нашла вот такой браслет заплатила за него 6 долларов он мне понравился тем во-первых своей необычностью во вторых тем что здесь два металла серебро и золото эти золото такое еле-еле желтое не особенно яркое золото но все-таки желтый цвет интересно так сделано застежка на пружинке он такой вот овальной формы на руке выглядит симпатично опять же на мою руку очень трудно найти браслеты мне все браслеты большие очень многие большие мы вот поэтому когда мне браслет подходит по размеру я всегда очень это ценю и он действительно очень симпатичный какие-то иксы или запятые или что ну в общем короче такой хорошо сделан крепенький такой нету маркировок никаких такое впечатление что здесь вот эти вот вот этот декор он как-то на пинах здесь припаян не знаю в общем вот такой браслетик симпатичный очень даже следующее украшение это брошь тоже не не уверена насчет возраста и производителя потому что маркировок не никаких нету но она очень красивая изящная эффектная но прекрасно сохранилась поэтому я думаю что она не очень старенькая с обратной стороны вот так вот она выглядит искала искала не нашла никаких маркировочек открытые кристаллы по-моему да нет там что то есть маркировка вы представляете сейчас ну-ка посмотрим представляете вот так очень часто бывает когда смотришь в камеру в увеличенном виде приближенном так сказать виде под ярким светом то находишь то чего не находил но я вам хочу сказать что с маркировкой здесь конечно не совсем понятно потому что вот есть вот кружочек по моему и знак копирайта и рядом вот такая вот площадка которая эти вот здесь на копирайта здесь вот просто вот такая вот ровная гладкая площадка которая предполагалась видимо на нее поставить маркировку но маркировки никакой нету или она стерлась или так так они и так и не поставили забыли или не должно быть или кто-то делал производитель для какой-то компании а в результате потом видимо не знаю поменялись планы или или что произошло но во всяком случае маркировки нету красивые такие коньячные очень кристаллы коньячно-медовые кристаллы красивая гамма очень красивая форма такой красивый цветок я бы сказал что-то репейник какой-то или что-то такое или это такая роза нет шипы точно но по форме не роза а скорее напоминает репейник да вот эти вот лепестки здесь они напоминают репейник и очень такая большая длинная крепкая игла ну замочек похоже что современная брошь думаю что все-таки современная еще одно украшение вот это уж точно без маркировки заплатили за него довольно много 8 долларов уж не знаю почему они вот так оценили на мой взгляд в нем нету ни маркировки не винтажности особенной хотя бог его знает но в магазине видимо решили что что она либо винтажное либо какое-то очень ценное видите вот замочек и на нем ничего давайте еще раз посмотрим как видите я иногда нахожу маркировки уже в момент съемки красивые бусы длинные длинные бусы можно их носить в два ряда можно носить в один длинный ряд значит состоят из жемчужинок пластиковых вот таких вот бусин крайне филигранных красивых и вот такого бордового бордово коньячного кристалла ой как-то это называется такой кристалл в рамке вылетела из головы простите меня пожалуйста напомните мне девочки без вспомнил вот бусы довольно длинные при этом у них есть замок и они в принципе их можно носить даже несколько слоев потому что за счет того что у них есть замочек их можно развязать расстегнуть вернее и обмотать вокруг шеи во много слоев вот так вот я их положу чтобы вам лучше было видно очень эффектные очень красивые не знаю чем-то они мне понравились я вообще очень люблю кристалл кристаллы безель прямо когда я их вижу у меня прямо крышу сносит я всегда их покупаю совершенно неважно в каком в каком составе с чем они идут я думаю что это современное украшение хотя не знаю трудно сказать вот эти очень красивые бусины а жемчужинки обычные очень нежные элегантные украшения красивые следующее украшение этого такой вот бантик тоже стоил он 6 долларов я сейчас вам покажу его с обратной стороны с изнанки и спрошу у вас что это за фирма давайте посмотрим его сначала сзади а потом я вам переверну и буду показывать во всей его красе мне кажется что вот эти вот насечки это был какой-то знак фирменный знак какой-то компании которая производила украшение но я не могу вспомнить может быть я ошибаюсь но мне кажется что вот я где-то когда-то видел и читала или слышала что вот такая вот насечка с задней стороны использовала какая-то фирма использовала для обозначения своего бренда вот так вот он выглядит сам сама брошечка очень красивый бантик я не пойму это техника клоазаны или это под нее сделано но очень похоже на клоазаны такая красивая форма такая знаете не симметричная но очень такая интересная как будто такой не то что неопрятно а небрежно завязанный бантик и очень красивые цвета синий красный оранжевый розовый зеленый вот я затрудняюсь или это клоазаны или это как-то по-другому называется вот такая вот техника интересно я его купила потому что мне понравился мне обычностью своей вот именно техники и принципе необычно мне много бантиков но это такой не такой как все остальные положила на поверхность чтобы на него полюбовались без моих рук потому что это иногда отвлекает и мешает когда крутишь в руках вертишь а вот так вот она как бы выглядит лучше следующее украшение это кулон подвеска цепочка с подвеской посмотрите какие красивые прозрачные кристаллы заплатил за него очень мало всего лишь 4 доллара я уж не знаю почему его так оценили в такую цену тем более что он с маркировкой но повторюсь в наших секондах иногда не замечают каких-то более ценных вещей и оценивают их очень дешево а иногда совершенно какие-то непонятных что оценивают довольно дорого значит этикетка маркировка видите на сзади nrt nrt по-моему это маркировка фирмы avon так иногда маркировались изделия фирмы avon я нашла похожий кулон в продаже стоит он не очень дорого но знаете приятно найти конечно dior или еще какие-то ценные компании в секунде за копейки но иногда просто покупаешь потому что что-то нравится мне понравилось вот именно вот цвет цепочки такой черненый как будто бы под старину и очень понравилось вот это вот с одной стороны бесцветные с другой стороны очень благородные кристаллики из которых состоит подвеска здесь довольно такая красивая тоже красивый узор вот такой вот камушек и здесь такой знаете зеркальная стекляшка и много много прозрачных кристалликов вокруг красивое украшение такой знаете не знаю покорила она меня чем-то ничего особенного в нем нету но очень благородный и такой знаете не и яркий неприсающийся в глаза но очень элегантная подвеска по-моему в ней есть какой-то старинный такой викторианский вайб во всяком случае мне так кажется и сделана она под винтаж даже под антик я бы сказала хотя на самом деле опять же год выпуска затрудняюсь сказать но продают ее как винтажную и под винтажную так что думаю что она не слишком новая но думаю что не очень старенькая следующее украшение это вот такая брошь цветок видите стоила на 5 долларов мне она понравилась своей простотой такими чистыми линиями симметрией но в то же время видно что эта вещь хорошая она такая тяжелая довольно и так хорошо выполненной она маркирована это брошь это у нас кто монет знак копирайта монет маркировка вот видите 5 долларов маркированная брошей а иногда по 7 по 8 долларов украшения которые совершенно них нет никакой маркировки повторюсь еще раз брошь простая в общем простые формы но иногда вот этой на самом деле в этом есть вот самая элегантность такая вот в простоте особенно то что касается украшений не знаю вот что-то в ней есть такое что меня прям заманила вот такая вот такой простой цветочек но очень уж он какой-то такой наивный что не знаю опять же по на камере плохо видно но видно что у нее очень хорошее качество тяжелая такая solid вещь как это говорят по-английски solid ну то есть крепкая вещь и такой он очень очень обычный но в то же время очень интересный какой замок такой хороший крепкий в общем тяжелая наверное скорее всего на лацком пиджака и даже на верхнюю одежду и хорошо она довольно такая большая крупная красивая украшение так приблизила камеры чтобы вы могли полюбоваться во всей красе на него вот такая вот брошечка следующее украшение тоже в общем то довольно простое но элегантная красивая цепь купила его за 6 долларов давайте отрежем этикетку у него есть маркировка это кора да сейчас простите это три фари я уже все перепутал так на камере не видно но он увеличить на стекло посмотрела это это три фари очень интересно видите сделана структура его как бы композиция сделана в общем с этой стороны обычно а с этой стороны так собрано на такие болты так интересно ведь и сейчас как-то так не делают мне кажется вот это в этом сразу видно винтажная вещь но может быть семидесятых насколько я помню вот тогда были в моде вот такие вот колье и видите тоже очень удобно то что она двухцветная часть золотая часть серебряная поэтому к нему можно наносить все что угодно а вот кстати здесь еще есть вот такой вот шилдик который тоже наверное означает принадлежность бренда три фари но я честно говоря вот никогда не видела вот такого вот значка вот думаю что это так и есть потому что в принципе трудно предположить если бы это был кулон можно было подумать что цепочка чего-то другого но поскольку это вот такое вот колье то понятно что они как бы шли вместе и тоже простое но очень интересное украшение красиво очень смотрится на шее это такой чокером довольно коротенькая но знаете веет каким-то таким вайп такой восьмидесятых девяностых вот в общем не то что прям винтаж винтаж но такое вот наша молодость вот так вот она выглядит вблизи как будто две руки или переплетение губ или даже я не знаю что тут я уже фантазию включила но в принципе красивая цепочка интересное очень украшение эти такая цепочка хорошая змеи к красиво так сейчас нас комплект стоил очень дорого по 8 долларов отдала за клипсы и за заброшь но не могла не купить вместе потому что когда я вижу комплекты у меня как бы ну сразу хочется купить потому что комплекты особенно цены причем купила в разное время в разных магазинах представляете как так получилось не знаю но сначала купила клипсы и сейчас бумажки судя по задней стороне это компания 1928 маркировки нету ну вот так они обычно маркировали свои изделия вот такой вот обратной стороной изделия такой гравировкой такие красивые знаете большие крупные и очень на необычные я бы сказала знаете нету никаких камней никаких стразов них никаких бусинок но вот такое однотонное золото очень красивый красивая гравировка и зайдя в другой магазин через наверное неделю после того как я купила эти клипсы мне попалась брошь конечно же я ее не упустила потому что я помнила что я купила эти клипсы вы знаете что я хочу сказать они этот комплект он не сто процентов идентичные вот если вы посмотрите сейчас давайте посмотрим сзади как это выглядит эти тот же самый тот же самый узор тоже такая большая тяжелая крепкая такая вещь если вы посмотрите их вместе в общем то же самое да просто здесь немножко другая форма в броши брошь имеет форму здесь как бы в центре такой продолговатый медальон и вот эти вот вокруг узоры которые обрамляют его а здесь в принципе все сделано вот в форме вот этого вот медальона который с краю вот сделан вот такая вот клипса может это и не был комплект просто как бы похожие одинаковые мотивы одна и та же компания производила поэтому они как бы сделали что-то подобное но по-моему как комплект это будет выглядеть замечательно еще я думаю что может быть это не комплект еще знаете по какой причине обычно в комплектах брошь крупная и клипсы помельче а здесь как бы наоборот просто не такая уж и большая а клипсы такие большие прямо крупные клипсы вот поэтому может быть это не комплект а просто вот какие-то одинаковые мотивы иногда так делают иногда в украшениях одна и та же компания делает какой-то мотив и вокруг этого делает какие-то броши кулоны и ожерелья но в принципе все можно носить вместе даже если это не было как бы задумано как комплекту мне кажется они очень подходят друг другу и по цвету и по рисунку и по вайбу какому-то по настроению в принципе очень подходящие друг другу вещь следующее украшение это великолепные прекрасные роскошные бусы из покрытием аврора бореалис тринити посмотрите какие они красивые ай-яй-яй просто необыкновенно так оценили их 5 долларов видимо сочли что они не представляют собой никакой ценности ну честно сказать они действительно даже не представляют материальные особой большой ценности потому что я знаю что такие бусы не продаются очень дорого но для меня это знаете потому что это винтажная вещь безусловно и безусловно очень красивая и для меня эта ценность просто потому что я очень люблю старые вещи такая вот я такой плюшкин который любит собирать старье вы знаете я искала маркировку тоже не нашла как видите крючок на крючке ничегошечки нету на вот этих вот деталях тоже нету никакой маркировки не с обратной стороны не с этой стороны и не надо нет и не надо вот такая удлинительная цепочка с двумя такими еще бусинками которые принципе позволяет нам удлинять это колье потому что она довольно короткая можно зацепить здесь здесь или вот здесь зацепить и тогда она будет ли не очень красивая колье не знаю я просто в восторге от этих бус я не до чего нравится мне не напоминает что-то такое снежно-зимние снежная королева хрустали от снежной королевы это или хрустали или стекло я честно говоря не разбираюсь но посмотрите какая красота вот положил для вас полюбоваться еще раз посмотреть какими посмотрите какими всеми цветами радуги они переливаются даже когда они просто лежат на столе и даже когда их не вращаешь и цвет на них просто падает они просто переливаются как бриллианты всеми всеми цветами радуги все-таки аврора бриалис это необыкновенно красиво это замечательное прекрасное изобретение и последнее украшение это комплект это вот такое вот колье ожерелье и к нему клипсы безусловно это комплект целая история сейчас расскажу значит сколько она стоила всего лишь из долларов колье а клипсы с клипс я сняла бумажку на которой они были приделаны тоже нам 100 долларов 5 я сначала в магазине заметила колье долго крутила его вертела думала брать не брать красивая до винтажная то но у меня много вот таких вот уже знаете я на продажу покупаю для себя и у меня много вот таких вот нарядных праздничных колье из камней вот таких вот именно из кристаллов вот таких ярких очень как бриллианты выглядит она вот таким вот образом здесь застежка вот такая застежка маркировок никаких нет на застежке и и удлинительная цепочка то есть его можно сделать короче вот здесь сделано все правильно видите вот эта застежка прикреплена к этому концу удлинительная цепочка с другой стороны таким образом вы можете застегнуть ее на это колечко на это или на это или вот на самый крайний таким образом вы можете его удлинять или укорачивать я помню что у меня было очень похоже колье тоже старинное тоже очень винтажная и у него вот эта вот штука застежка была прикреплена с этого конца вот сюда и я когда его раскрыла я не могла понять в чем прикол потому что в принципе это ведь существует для того чтобы удлинять или укорачивать колье а если она находится застежка вот там же где удлинительная цепочка на той же стороне то в ней нет никакого смысла в общем так мы не разгадали секрет я подозреваю что кто-то просто переставил может быть она отвалилась кто-то переставлял ее приделывал назад и приделал не с той стороны но не суть в этом давайте будем рассматривать какая же это красота розовые кристаллики они немножко такие покрыты оба реализ с обратной стороны она сделана вот так вот она колье не имеется никаких маркировок и серьги на винтах очаровательные маленькие две два таких цветочка такие же такого же типа как и колье нежные красивые и я заметила маркировку здесь именно на серьгах на колье маркировки нету я вам конечно буду пытаться показать но я не думаю что у нас получится это увидеть вот там внутри вот здесь вот здесь внутри нет не не могу приблизить потому что фокус уходит в общем там написано стерлинг еще какие-то буквы видите вот тут очень трудно было мне разобрать это хорошо что я увеличила под лупой в общем увидела что ну стерлинг означает что это серебряная что ли или за название компании у меня было как-то украшение в которых называлась стерлинг и что-то какие-то еще слова то есть принципе стерлинг это было входило слово в название компании но она таки еда была серебряная это даже и не знаю ну вот красиво вы знаете я знаю что серебро проверяют магнитом если магнитится значит не серебро если не магнитится к магниту значит может быть возможно серебро нормального магнита у меня нету поэтому я пошла на кухню и принесла вот так на холодильнике прилеплена у меня вот такой магнит с надписью успехов когда девчонки дарили уж не помню на какой-то там мы обменивались какими-то копеечными подарками смешными всякими вот вот единственный магнит который я нашла в своем доме давайте попробуем если правильно делаю ну вот не магнитится очень может быть что это серебро не магнитится кстати хорошо то я вышла на кухню потому что я тут сижу записываю видео в кабинете дверь закрыла забыла что я поставила суп варить на плиту пошла за магнитом на кухню почувствовал такой запах супа и вовремя пришла пока он еще не выкипел из кастрюли то он уже начинал убегать у меня вот так вот увлечение чем у меня привело вот такие вот еще раз покажу вам серьги и вот такое вот красивое колье вот так поближе очень красивая вещь винтажная красивая замечательно ну что ж друзья вот такая у нас сегодня коллекция вот такая у нас сегодня общая композиция получилась надеюсь что вам понравилось было интересно пишите что вам понравилось больше всего есть достаточно много красивых интересных вещей ой убежали у меня сережки клипса вернее я считаю что вещи достойные вещи красивые особенно интересно вот вот это колье необычное такое старинное красивое брошь интересная вот этот набор безусловно заслуживает внимания естественно бусы бесподобные хрустальные это брошь это колье ну собственно говоря все все вещи я не покупаю вещи которые мне не нравится поэтому если я их уже купила и принесла и показываю вам значит они мне уже нравятся как само собой разумеющееся все всех люблю целую с вами была дита из канады пока пока всем привет жду вас на следующих видео примерок или украшений или обзору магазинов или болтала которые обещаю снимать уже наверное полгода и ни разу никак мне руки не доходят все пока всех люблю целую целую пока